Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Арена событий» программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Сегодня 29 июля, на часах Якутске 19.15. Сегодня, как всегда, по пятницам мы продолжаем в новом формате эфир, обзор прессы. Поможет мне в этом Галина Мазалевская, редактор ЕСИА. Галина, добрый вечер. Здравствуйте. Галина, начнем сразу, наверное. И начнем вот с какого материала. Материал этот опубликован в газете «Якутия» от вчерашнего 28 июля. В этом году подготовил Виктор Старинов. Когда пропустили эфир? Печатная версия разговора о важных вопросах. Ну, если действительно кто-то пропустил эфир, то газета дарит такую возможность ознакомиться с печатной версией. Открытый разговор на важные темы недели состоялся в этот вторник с главой Якутии Егором Борисовым. Со зрителями НВК «Саха» Егор Афанасьевич поделился своим мнением в интервью телеканалу. Печатную версию, соответственно, можно прочесть здесь. И вот что важно. Цитата Егора Афанасьевича. Сегодня нам необходимо задуматься о создании новой стратегии. Владимир Владимирович понимает, речь идет о встрече главы республики с президентом, что республика Саха-Якутия является важным субъектом страны. Это признают и экономисты, и политики, и другие регионы. Однако при этом республика должна развиваться скоординированно, согласованно со всей Россией. Но, кроме этого, затрагивались вопросы, освещались главой республики, проблемы молодежи, вопросы молодежной политики, и, собственно говоря, медицинские, вопросы здравоохранения, проблемы медицины. Кстати говоря, достаточно важно, я вот здесь наткнулся на материал, высокотехнологичная медицина нужна для ранней диагностики. Все правильно совершенно. Мне в связи с этим вспоминается, буквально цитату приведу из одного главы региона, главы субъекта федерации, который сказал в федеральном канале, что лечить-то надо до диагноза, оказывается. Вот так вот обмолвился человек. Но у вас есть тоже, собственно говоря, материал, посвященный здравоохранению. Да, вот на этой неделе прошла еще одна важная встреча. Егор Афанасьевич встретился с ветеранами здравоохранения, и на этой встрече обсуждались два указа, которые в ближайшее время будут подписаны. Оба они направлены на повышение качества медицинских услуг в республике. Один из них касается развития высокотехнологичной медицины в регионе, а второй – повышение уровня сервиса. Он уже получил название «Вежливая медицина». Подробности этой встречи, что собой представляют эти два указа, можно узнать из газеты «Якутия» о 26 июля. А 26, то есть это вторник? Да. Это вторник. Давайте перейдем от, точнее вернемся от медицины к горизонтам развития. Да, вот именно так и называется материал, опять же, газеты «Якутия», «Толстушки». От 28 числа «Горизонты развития Якутии захватывают дух». Материал подготовил Федор Григорьев. И здесь он анализирует предварительные итоги выполнения стратегии 2020 и рассказывает о новых планах развития республики в новой стратегии 2030. Что важно? Важны некоторые цифры. Кстати говоря, вот, допустим, такой мостик сделаем от медицины. Более 30 миллиардов рублей будет направлено на строительство объектов здравоохранения. Более 70 миллиардов рублей будет направлено на строительство объектов образования. 893 километра новых дорог общего пользования введено в строй с 2007 года. Газета публикует, собственно говоря, и отчет, что сделано за это время. Вот вы знаете, цифры, они как-то... За ними трудно увидеть какие-то реальные дела. Мне было бы интересно мнение экспертов услышать. А вот давайте сейчас к экспертам подойдем. Я просто процитирую материал. Сегодня, без преувеличения исторической для нас встречи Владимира Путина с главой республики Егором Борисовым, правительство России в полной мере подключилось к формированию уже второго долгосрочного плана Якутии с рабочим названием «Стратегия социально-экономического развития до 2030 года». Здесь же, кстати говоря, публикуется и подраздел «Знаковый мост». «Знаковый мост», что он будет знаковым инфраструктурным объектом, способным кардинально улучшить жизнь россиян. А вот что касается... Это о мосте через Лену, да? О мосте через Лену, конечно. Что касается экспертов, то вот вам, наверное, вот это будет небезинтересно прокомментировать. Здесь речь идет о готовящемся к строительству, да, центре Мамонта. Ну, я так понимаю, да, что в ближайшие 10 лет, да, получается, 14 лет, да, если до 30-го года считать, все-таки, наверное, не только сырьевое развитие будет, ну, скажем так, экономика Якутии будет не только на основе сырьевого... Как это правильно сказать? Добыча полезных скафаемых, да, строится. Вот, в частности, была высказана идея открытия в Якутии Всемирного центра Мамонта. И, в общем-то, палеонтологи достаточно положительно отзываются об этой инициативе, то есть видят в ней перспективу, учитывая, что на сегодня Якутия уже, в принципе, стала таким центром, и Мамонты стали брендом республики. Ну, а где, как ни в Якутске, собственно говоря, его строить? Это знаковая вещь, кстати говоря, для брендирования республики, и я не устаю об этом повторять, что это очень важно. Важно еще, чтобы при этом сохранилась вечная мерзлота, благодаря которой мы все это имеем, себя сохраняем. Переходим к следующему материалу. Публикация Саха-Сере от 26 числа, публикация газеты Якутия. Знаковым результатом встречи, имеется в виду главы республики и президента страны, стало решение о сохранении в республике акций компаний Алроса. Газета Саха-Сере публикует комментарий руководителя администрации правительства и главы республики Юрия Куприянова. И я процитирую. Алроса останется в государственной собственности. Это имеет большое значение для будущих поколений, поскольку компания – наше основное предприятие. Егор Борисов всегда защищал интересы предприятия, ведь оно имеет огромное значение для благосостояния людей. И он настоял на том, чтобы первоначальные планы федерального правительства по 100% приватизации алмазной монополии изменились. Нынешняя доля – 51% собственности государства гарантирует выполнение социальных обязательств по отношению к жителям Якутии. Это подчеркивает Юрий Куприянов в комментарии Саха-Сере. Здесь же, если продолжать тему промышленного развития республики, Галина Иннокентьевна Данчикова посетила Нерюнгре. И, собственно говоря, не первый раз она туда выезжает. И вот такие вот частые визиты тоже вызывают интерес журналистов республики. В районе начинает развиваться добыча угля и производство обогащенного угольного концентрата. Вот несколько цитат, может быть, вы приведете из газеты «Якутия». Это прямо вот на 31-й странице. «Для меня очень важно, что реализация в Нерюнгре этого и других проектов значительно улучшит жизнь людей в районе и даст им новые рабочие места». Это первая цитата. Причем там можно продолжить, что на горно-обогатительных комбинатах будут трудоустроены около 3700 человек. А если говорить о второй цитате, то рядом с комментарием газета публикует отчет о встрече Галины Данчиковой с руководством корпорации развития Южной Якутии. И премьер-министр заявляет, что в условиях поиска новых точек роста российской экономики Южная Якутия для крупномасштабного комплексного индустриального развития является одним из привлекательных регионов-локомотивов на Дальнем Востоке, на всем Дальнем Востоке, имеется в виду. Но Галина Иннокентиевна не только занимается экономикой, промышленностью, приезжал в Мариинский театр. Да, вот буквально вчера единственный концерт в Якутске дал Мариинский театр под управлением Валерия Гергиева. И перед концертом Галина Иннокентиевна встретилась с ним, то есть они обсудили ряд вопросов, в том числе соглашение о сотрудничестве между Мариинским театром и Якутией. Вы были на концерте ранее Мариинского театра. Что бы вы хотели, чтобы сюда привез Мариинский театр? На самом деле это было, я была на концерте, но это было очень давно. Но хотя в последнее время и Валерий Гергиев, и Филариса Гергиева, они частые гости в Якутске, это во время фестиваля пасхального «Золотые купола». Лично мне было бы интересно, я понимаю, что это как бы звучит утопично, но я знаю, что Мариинский театр, один, кстати, из немногих в России, кто поставил кольцо Небелунгов. И мне было бы тетралогию Вагнера, да. Я бы очень хотела ее увидеть. Ну, я не знаю, насколько это возможно на якутской сцене, думаю, что все-таки это скорее мечта. Ну, поживем, увидим, собственно говоря. С чем, черт не шутит, да, может быть, все чуть-чуть. Хорошо, Галет, значит, форум «Синергия Севера». Пишут об этом газета «Якутия», газета «Саха-Серой». 26 число, на последней полосе отчет о том, как прошел молодежный форум. И там, собственно говоря, важная цитата, журналисты газеты «Якутия» обратили внимание на предложение гостя форума госсоветника республики Андрея Борисова принять российский закон о молодежной политике. Да, вот он отмечает, что при воспитании детей нужно уделить внимание тому, чтобы они умели мыслить нестандартно. Госсоветник считает, что часто эту энергию сдерживают, учитывая то, что в ближайшие 10-15 лет технологии сделают большой прорыв, и что слово «технологии» происходит от слова «искусство», соответственно, воспитание молодежи, и в том числе и культурное воспитание молодежи, может иметь учреждение? Я, кстати, могу дополнить. Газета «Якутия» от вчерашнего числа, 28-го, тоже публикует полосу интервью с Андреем Саевичем Борисовым. Тоже написано, что будущее – это молодежь, значит, нужен новый закон о молодежи, который должен создать свободного и ответственного гражданина. Кстати говоря, это очень важно, на самом деле. Остался завершающий материал нашего сегодняшнего обзора. Давайте поговорим о нем. Ну, тут, знаете, мне на ум пришла цитата из Пушкина «Бывают странные сближения». Такой пример. Газета «Криминальная Якутия» публикует отчет о конференции «Справедливая Россия», которая прошла в Якутске. Одним из таких ярких моментов стало выступление «Справедливая Россия» Михаила Санникова, который заявил буквально следующее. Мы должны не только думать о том, как положить на лопатки «Единую Россию» или загнать кого-то в угол. Мы должны обсудить всех кандидатов, особенно одномандатников, кто лучше защитит интересы республики и России от имени народа Сахар. Прошу вас держаться от неправдоподобной критики других, независимо от их партийной принадлежности. Галина, а я бы вот еще на что обратил внимание и тоже процитировал бы эту статью. Дело в том, что я помню, что 22 июня в Государственной Думе Российской Федерации президент России Владимир Путин встречался с депутатами и говорил в частности следующее. «Рассчитываю, что вы сделаете все возможное, чтобы выборы прошли честно, открыто в атмосфере взаимного уважения». И дальше газета пишет, неизвестно, был ли на том заседании Госдумы Федот Тумусов, но просьбу Путина он явно проигнорировал. Я просто тоже вспоминаю одну цитату философа Сеники такую. «Вразумлять бестолковых, все равно что чесать скалу». Давайте прощаться. Мне помогала Галина Мазалевская провести эту программу, редактор ЕСИА. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok